АПЛОДИСМЕНТЫ Слышно меня? Значит, я приехал из Тарту, и я там преподаю русскую литературу. У нас не очень много студентов, но они очень хорошие, и некоторых я видел сегодня. Они иногда задают странные вопросы. Однажды, например, один студент какое-то время слушал лекции, месяц прошел, примерно два. Потом он спросил, а зачем вот это все? Я сказал, в каком смысле? Ну, вот филология. Я ответил вопросом на вопрос, а, допустим, ядерная физика зачем? Он подумал, сказал, ну, они изобрели атомную бомбу. И я сказал, о, а мы не изобретали. Шутки шутками, но на этот вопрос приходится все время отвечать. И в последнее время не только отвечать самому себе. Самому себе всегда нужно отвечать на тот вопрос, зачем и чем ты занимаешься. Ну, и самым разным людям, в том числе администрации, которая во всем мире сейчас как-то вот такая мысль насчет того, что гуманитарные науки не очень нужны. В общем, гуманитарные науки нужны разные. И нужны они, потому что они в общем занимаются культурой. То есть культура и язык — это то, что нас сделало нами, сделали людей людьми. Вот несмотря на то, что мы довольно такие маленькие, у нас нет клыков, зубов и всего прочего, мы захватили все. И мы не только захватили, но как-то еще и развиваемся, что-то такое делаем с миром. И вот это важная штука. Это коллективная культура, это коллективная память. Гуманитарные науки нужны для того, чтобы уметь обращать внимание на то, что нужно обращать внимание. Гуманитарные науки нужны для того, чтобы запоминать и вспоминать. Это науки исторического цикла. И гуманитарные науки нужны для того, чтобы понимать. Они, вот литературоведение, которым я занимаюсь, оно имеет дело со специальными такими объектами, с произведениями искусства, не только литературоведение, другие науки об искусствах, это такие специальные машины для того, чтобы мы тренировали наше умение понимания. Это довольно важная вещь. Как преподаватель университета я все время имею дело с этими механизмами. Я этим занимаюсь профессионально. Кроме того, я все время что-то должен запоминать, воспроизводить это. Я должен каждый семестр, я проверяю, как запомнили другие. И когда преподаватели встречаются, это не секрет совершенно, они начинают жаловаться на студентов. Последнее время это разговор совершенно единообразный. Практически все преподаватели всего мира говорят одно и то же. Они говорят, наступили последние времена. Они ничего не помнят, они не способны ничего запомнить. Я сказал или сказал на прошлой лекции, вот Пушкин умер в 2015 году. На следующей лекции я спрашиваю, они не помнят. И действительно, это абсолютно повсеместная штука. Вот все преподаватели всего мира говорят одно и то же. Они не помнят, они не концентрируют внимание, они не понимают текста. Утрачены базовые навыки понимания текста. Дальше преподаватели так немножко молчат, и тут я открою, наверное, секрет. Они начинают говорить, да и мы сами ничего не помним. Все жалуются на память. Ну, людям моего поколения легко это списать на некоторые возрастные изменения, но я постоянно встречаю людей гораздо младше себя, которые рассказывают мне те же самые истории. Я недавно вспоминал, когда я был маленьким, то есть когда я учился в старшей школе, я помнил более 20 телефонов наизусть, более 20 телефонных номеров. Кто помнит сейчас более 20 телефонных номеров наизусть? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично. Я просто горд находиться с вами в одном зале. Я не шучу. Все остальные, конечно, это не нужно, скажут все остальные. Меняется на самом деле, меняются формы культуры, меняются формы памяти, меняются формы памяти индивидуальной тоже. Мы живем во время, когда наша память вытесняется на внешние носители. Мы ее храним на внешних носителях. Мы говорим, это можно посмотреть. You can check it out. Нам не обязательно помнить расписание. Мы всегда можем набрать некоторое волшебное сочетание знаков и посмотреть это расписание. Вот ты можешь это посмотреть. И на этом мы, собственно говоря, и жалуемся. TED – это про новое. Вот я сейчас скажу одну такую очень принципиально новую мысль. Она звучит так. Но вообще ничего не бывает. Когда-то наш учитель Юрий Михайлович Лотман рассказал нам, студентам, первокурсникам историю, которую он прочитал в сочинении древнего философа Платона. А Платон слышал от своего учителя Сократа. Сократ рассказывал историю про вот этого персонажа, который вы видите на экране. Это египетский бог. Его мы называем его Тодд. Греки называли его Тевд. Это бог, который занимался изобретением. У него такая была работа. Он сидел там у себя в пустыне, что-то изобретал, потом приносил докладывать царю. Египетский царь Томус рассматривал эти изобретения, одни хвалил, другие – порицал. Тед пришел к Томусу и сказал ему, вот я изобрел отличную штуку. Я изобрел такую вещь, теперь люди будут все помнить. Они теперь ничего не забудут. Это письменность. Томус посмотрел и сказал, ты какую-то ерунду изобрел, Тед. Они не будут помнить, они будут забывать. Они будут припоминать, когда они будут смотреть на эти знаки. А потом они все выкинут из головы. Они станут замкнуты. Это то, что сейчас называется тупить. Они станут замкнутыми. Они вот в этот мир уйдут. Они будут казаться умными, а на самом деле будут легкомыслными. Они будут лжемудрыми, мудрствующими. То есть тогда, когда произошла первая стадия большой информационной революции, бурный и очень важный этап, который мы сейчас переживаем, уже тогда люди начали рассказывать такие истории о том, как много мы теряем, когда происходит революция. Но вообще в любой революции мы приобретаем и теряем. И нужно очень хорошо это понимать. Поскольку революция, о которой мы переживаем сейчас, информационная революция, это очень серьезная вещь. Мы действительно в самом начале. Нужно очень хорошо понимать, что мы приобретаем и что теряем, в том числе в области гуманитарного знания. Для того, чтобы посмотреть на то, как выглядит революция, взгляните на этот слайд. Сам этот слайд по себе, сама эта картинка, это и есть иллюстрация того, что такое информационная революция. Потому что, чтобы получить эту картинку, допустим, сто лет назад, нужно было приложить очень много усилий. Я сейчас расскажу, что это такое. Это процентная представленность двух слов в английских книжках за 200 лет. Одно слово, красненькая линия, это слово власть. Второе слово, синенькая линия, это слово информация. Как вы видите, власть уступает, информация все время, в какой-то момент начинает скачкообразно расти. И все это делает просто робот Google, который просматривает, значит, вместо того, чтобы выписывать слова из книжек, считать проценты, он все это делает довольно быстро. Мы можем, вообще говоря, увидеть здесь этот момент информационной революции. Точка очень хорошая. Это 1985 год для людей из Советского Союза родом. Это, напоминаю, это год, когда к власти пришел Горбачев. Одновременно это год, когда информация стала побеждать власть. Очень скоро к нам пришел интернет, и он пришел без наших усилий. Вот какие-то пришли люди, и что такое притащили. И мы погрузились в этот прекрасный новый мир, в котором мы сейчас живем. И здесь нужно очень хорошо действительно смотреть на разные куски этого нового мира и понимать, что мы теряем. В первую очередь нужно этот вопрос задавать себе. Значит, информационный процесс состоит из трех основных блоков. Если уж мы начали с Боба Марли, то это можно сказать, что это производство, распространение и потребление. Вот начнем с создания информации. Как будто мы только приобретаем. Ну, зачем нужна вообще новая информация? Когда-то Николай Павлович, император всероссийский, задавал такой резонный вопрос, зачем нужны книжки новые, если старые еще не все прочитали. Ну, мы понимаем, зачем нужно, потому что информация, собственно говоря, это инструмент, он нужен для взаимодействия с миром, мир меняется, и мы его меняем, нам нужна новая информация. Как будто бы новая информация, это всегда хорошо. На самом деле, вот слово «креативность», которое здесь в кавычках, не случайно, слово ничего плохого не означает, оно означает способности к творчеству. В современном жаргоне оно означает некоторое специальное измерение личности, символический капитал, который приобретается за счет того, что человек способен производить все новые и новые тексты. Очень часто эти тексты производятся в ущерб смыслу. Мы имеем дело с очень сильным вбросом информационного шума. Мы живем в состоянии перепроизводства информации. И это совершенно не безобидная вещь. Вот представьте себе, старушка такая лежит мертвая, и над ней стоит студент с топором и говорит, ох, что же я наделал. Старушку убил. И тут прибегают люди. И один человек говорит, это нужно сначала рассмотреть эту историю. Все-таки убил студент старушку, или он себя оговорил. А другой говорит, да какой студент, это Соня Мармеладова тут девушка живет, это она убила старушку. Третий приходит и говорит, да эта старушка уже 10 лет как мертва, ее просто подложили для того, чтобы студента обвинить. А четвертый приходит и говорит, да старушка живая вообще. Давайте вот сейчас ее потрогаем. В результате, значит, вот та картинка, которая складывается из того, что студент Раскольников кается в том, что он убил Алену Ивановну, процентщицу, она размывается. Мы перестаем обращать внимание на правду. Это, вообще говоря, это довольно сильное информационное оружие. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Такое зашумление. Иногда это совершенно преднамеренно делается. Иногда это следствие, собственно говоря, этой самой важности, креативности для новой культуры. И здесь, соответственно, мы что-то должны думать насчет того, как с этим быть. Я нажал не на то. Извините. Значит, информация социальна, прежде всего информация, это то, что идет от человека к человеку в обществе. В связи с этим возникает огромное количество проблем, которые связаны с сохранением и трансляцией информации. Это проблемы социологические, экономические, юридические, связанные с авторским правом. Наконец, технические. В старой культуре были специальные люди, которые занимались, они решали вопрос, какая информация годится для того, чтобы ее сохранять, какая не годится. распространять. Это редакторы, библиотекари, архивисты, цензоры, разного рода. Это хорошая такая история, долгая история того, как фильтровалась, отбиралась информация. Потом эта вся информация где-то складывалась. Вот бумажные книги очень хорошо, самые ценные тексты отобраны, мы их переписываем, складываем в Александрийскую библиотеку, и она горит. И нет у нас Александрийской библиотеки. Не думайте, что библиотеки не горят. 20% книжного фонда библиотеки Института научной информации в области общественных наук в начале этого года были уничтожены пожаром в Москве. Это несравнимая с Александрийской библиотекой потеря, но это очень серьезная потеря. Там было много почти уникальных книг. Все мы сталкивались с такой проблемой, которую можно назвать проблема 404. Файл не найден. Можно сказать, если файл не найден, значит, этот файл никому не был нужен, его никто не воспроизводил, и он умер естественным образом, как раньше умирали ненужные стишки, которые не отбирали какие-нибудь редакторы. Их не публиковали, и мы их теперь не знаем. Но вообще говоря, нам, гуманитариям, вот не нравится этот ответ. Нам хочется, чтобы не было проблемы 404. И есть опасность. Мы слишком верим в то, что легкое нажатие на кнопку, которая позволяет копировать информацию, оно действительно делает информацию стабильной. Ну, мы можем сколько угодно копий сделать. Ну, да, можем сколько угодно копий сделать. Но и сколько угодно копий может пропасть, если, допустим, у нас в городе отключается электричество. Вообще все копии пропадают. У меня 2000 книг в библиотеке. Я их могу скопировать на одну флешку. Потом я эту флешку могу потерять. Есть другая проблема. На самом деле она более серьезная, и об этом в конце хочется отдельно поговорить. Это проблема стабильности текста. Если вы захотите прочитать стихотворение «Некрасовый путешественник», вы найдете вот такой вот текст. «В городе волны по улицам бродят, ловят детей гувернанток и дам». Японское цунами или, может быть, петербургское наводнение, или, может быть, какие-нибудь негуманоидные пришельцы в виде волновой энергии, что-то такое. На самом деле это просто дефектный текст, который распространяется шире, чем оригинальный. Таких текстов становится все больше и больше. Подумаешь Некрасов, подумаешь Цветаева. Но вообще говоря, таким же образом рецептурные тексты могут распространяться. Ну, сдвинули запятую. Ну, подумаешь, в сто раз больше дозы. Думать надо было. Вот думать надо было, действительно. И здесь мы переходим к проблеме… Проблема понимания. Проблема понимания… Собственно, большинство наших проблем, которые связаны с новой культурой, связаны с тем, что мы думаем, что мы компьютеры. Мы думаем, что у нас безумно большая память. Вернее, устроенная память, так как у компьютера. Вообще-то у нас действительно безумно большая память. Но она устроена по-другому. Мы думаем, что мы живем не в реальном времени, а во времени социальной сети, таком специальном. И мы думаем, что мы поисковая машина. Мы думаем, что мы можем не читать текст, не понимать текст, не перечитывать текст, а мы можем проиндексировать текст, выделить ключевые слова. Такое чтение по ключевым словам, мы постоянно с этим встречаемся. Вот это главная проблема, вообще говоря. Именно этому мы учим, мы пытаемся учить. Не делать этого. Не делать этого, а руководствоваться правилами той дисциплины, которая называлась герменевтикой, которая предполагает, что нельзя получить ответ на вопрос просто нажатием кнопки. Что любое получение ответа на вопрос ведет к новому вопросу. И в этом, собственно говоря, смысл понимания. Вам показывают красивую картинку. Не верьте этой красивой картинке, задавайте вопросы. А что значит по-английски слово power, что значит слово информация? Оба слова, во-первых, неоднозначны, а одно из них меняло значение. Во-вторых, насколько представлены, задавайте вопрос, книжки разных годов издания в этой статистике? В каком, насколько репрезентативна эта выборка для разных годов? Красивая картинка никуда не денется, мы сможем о ней поговорить, но зато наш разговор станет гораздо предметнее. Мы будем руководствоваться правилами герменевтики. Это специальная дисциплина, которую древние греки разработали и назвали в честь греческого бога Гермеса, который был покровителем... У меня даже голос срывается. Да, жуликов и, значит, каких-то сомнительных людей, но одновременно покровителем коммуникаций и покровителем тайного знания. Египтяне называли его тотом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ